Георгий Викторович, ну, действительно, сегодня, наверное, что-то новое вы тоже услышали, как и мы, да, наверное? Какое ваше впечатление, мнение? Я первый раз слушаю это оркестр, честно, несмотря на то, что мы уже шестой раз выступаем на этой сцене, и на музыкателе я очень приятно удивлен вообще и качеством звучания, и гигрой, и интерпретацией, и той программой, которая была сегодня представлена. Потому что, на мой взгляд, еще очень многое зависит в оркестре от того, чтобы играть, да? Понятно, что фантетическая симфония, очень сложная симфония, в которой очень много, и оркестру есть что показать, но при этом нужно показать это так, чтобы это действительно звучало достойно. Мой взгляд, оркестр справился совсем замечательно. Мне очень понравилось первое деление. Вот нечасто, да, оркестр привозят что-то за музыку своих композитов. А на самом деле это очень важно, и произведение Кирилла Керасимова, его фантазия, да, которая произошла в первом отделении, она, с одной стороны, понятно, опирается на традиции, по-моему, Славинскому и многие какие-то... Другие влияния, на другой стороны, чувствуется эмоциональный колорит, и это тоже очень хорошо, когда артист исполняет музыку своих композитов. Особенно, когда это качественное, исполнящее, хорошее музыку. Но остальные произведения Вы, наверное, все-таки уже услышали, а вот в нашем исполнении якутских артистов что-то есть? Он показал, что это очень такой ярко-театральный исполнение. Конечно, очень много зависит от религиозов, поэтому у нас в Петербурге много работают, где люди выступают, где театр музыкал. И он, конечно, передал, знаете, элемент южной температности вот в северном оркестре, да, у нас в сознании, понятно, что путь к сахар ассоциируется, да, с вечной между, то есть какими-то бескрайними тресторами и с прочими вещами. Тут было приятно слышать, очень ярко, потому что постой был зажигательный произведение. То есть было сыграно все очень темпераментно, очень картинно и, я бы сказал, даже захватывающе. То есть минуты, потому что было близко очень понравилось. Вы теперь будете следить за тем, где и как играет артист? Ну, да, любопытно, конечно, если бы не потерял, я бы просто старался, естественно, ползу можно посвящать. А концерт этого коллектива мы получили отчет за 2017 год. Вот с книжечкой очень хорошо истинно, я в большом довольстве ее посмотрю и познакомлюсь все-таки. На мой взгляд, тут есть, ну, как бы иногда недооценивают роль вообще симфонической музыки, академической музыки. И считают, ну, там нужно заводы строить, не знаю, мосты. А вот оркестр, ну, это такая, прибавочная. На мой взгляд, это одна из коренных ошибок. Конечно, очень важно, да, из-за работы. Но если не будет культуры, то не будет ничего остального. Потому что культура – это то, что дает людям импульс, да, за то, что вдохновляет, что можно сказать, на дальнейшее свершение. Это вещь, которая, вроде, кажется такой вот эфемерной, да, ну, что такое синтоническое оркестр? Понятно, это дорогое удовольствие. Но оно там стоит. Потому что люди, которые приходят на концерты, с ними не стоящего качества, они развиваются. И вот в своем развитии, грубо говоря, они будут лучше и работать, и строить, и прочие другие вещи. Поэтому, на мой взгляд, мудрые руководители, они такие вещи понимают и обращают внимание. И вот, в Москве, очень хорошо, что в Республике Санкт-Петербурге есть такой оркестр, действительно качественный оркестр. Понятно, что это дело не может быть Приполием, но Приполи, она заключается в этой вещи. И я бы очень хотел и желаю, естественно, что ваше общество жил и разбивался, и совершал новые концерты, может быть, какие-то, и приглашал к себе дирижёров, и выступал в залах России, в беженых. В общем, чтобы у вас была такая активная жизнь, и создавалось некое такое собственное лицо. Потому что, мы знаем, столицы проще. Регионы бывают сложнее, но вот очень хорошо, когда у вас такие. Спасибо огромное. Очень приятно. Вашему мнению. Ну, будьте приятны.